С 90-х в нашей стране действует закон о животном мире. Он разрешает добычу редких животных в исключительных случаях, например, для научных целей или для защиты жизни людей. Позже появился закон об охоте, допускающий только отлов. Один закон разрешал добычу, другой отлов. Из-за таких противоречий возникали спорные ситуации, например, если охотник убил животное в целях самозащиты. Именно поэтому в августе текущего года краснокнижные перешли полностью под закон о животном мире, новая редакция которого разрешает их отлов и добычу, но в исключительных случаях. На самом деле, принципиально ничего не изменилось. Данная норма в законе работает, начиная, по сути, с советских времен. Существовал и всегда существует порядок изъятия из природы животных, находящихся в Красной книге. Изъятие бывает разным. Это может быть изъятие с помощью инъекторов и препаратов, да, и бывает иногда отстрел. Надо понимать, что этот закон обращен не только к федеральной Красной книге, но и к региональной книге. Разрешение на добычу редких животных получить обывателю практически невозможно. В основном, это необходимо природоохранным организациям, и то только после прохождения специальной комиссии при Росприроднадзоре. Эти разрешения выдаются в Москве. Если мы говорим о федеральной Красной книге, да, если мы говорим о оригинальной книге, то это в субъекте. Там существует специальная комиссия, порядок. Это достаточно публичный процесс с обязательным публикованием. Если сейчас какой-нибудь в случае изъятия животного будет, и общественность или там органы правопорядка прочитают его неправильным, то пишется соответствующее заявление, да, производится расследование, и виновные люди оказываются. Наиболее известные краснокнижные представители Приморья – это аморские тигры, дальневосточный леопард. Несмотря на новые поправки, эти и другие редкие животные по-прежнему находятся под защитой государства. Екатерина Зверева, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.